В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. О заваленных в Новый год мусором дворах можно будет сообщить по телефонам горячей линии. Их позывной «Что, где, когда» кандалакшские знатоки определили сильнейших. Подарок под елочку – заслуги директора кандалакшской школы-интерната отметили депутаты областной думы. С 1 января во всех городах Заполярья начнут работать горячие линии по вопросам вывоза мусора. По этим же телефонам можно будет получить разъяснение о новом порядке организации вывоза твердых бытовых отходов в нашем регионе. Напомним, с 1 января в регионе изменится подход к решению вопроса, связанного с вывозом бытового мусора. Оказывать эту коммунальную услугу будет управление отходами. Правда, уверенности в том, что новая система будет внедрена без сбоев, нет. Именно поэтому в целях информирования граждан и оперативного решения проблем, связанных с несвоевременной уборкой контейнеров, в городах Заполярья открываются горячие линии. Обращения кандалакшан будут приниматься по телефону 992-34-151-94303. Получить разъяснение по вопросам, связанных со сбором и вывозом твердых бытовых отходов, можно и обратившись напрямую к региональному оператору по телефону 8 800 707 1371. Звонки северян по этому номеру будут приниматься круглосуточно. Больше 160 семей в Мурманской области уже воспользовались правом на ежемесячную выплату из материнского капитала. Возможность именно таким образом распорядиться средствами у мамочек появилась ровно год назад. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте. Права на выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй ребенок, а доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в Заполярье. Подать заявление на получение выплаты из средств материнского капитала можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка, уточнили в управлении пенсионного фонда. Они не боятся сложных вопросов. Их позывной «Что? Где? Когда?» Кандалакшские знатоки определили сильнейших на финальном чемпионате города. Интеллектуалы подвели итоги сезона за право стать обладателем главной награды. Совы боролись 14 команд. Финал для старших команд традиционно проходит в формате костюмированной игры. Участникам каждой сборной заранее предлагалось подумать над образом и хоть немного отвлечься. Снять напряжение перед ответственной интеллектуальной битвой. В остальном все как всегда. Вопрос ведущего. Минута на размышления. Напишите вариант, который Нейтс выбрал. Время. В Кандалакше уже давно и прочно прижилась так называемая спортивная версия игры «Что? Где? Когда?». Ее главное отличие от телевизионной в том, что здесь участники соревнуются друг против друга, одновременно отвечая на одни и те же вопросы. После того, как минутой стекла необходимо написать ответ на бумажном бланке. Кто больше других попал в цель, тот и победил. На этот раз знатокам пришлось поломать голову. Организаторы игры задали достаточно высокую планку. В этом году мы еще больше усложнили вопрос. Вопросы нам присылают теперь уже организаторы синхронных турниров. Сегодня играет пакет синхронного чемпионата Земли, в котором принимают участие одновременно вся Россия, большинство международных команд, клубов, которые играют в «Что? Где? Когда?». Впрочем, кандалакшские знатоки тоже не лыком шиты. Какие-то вопросы им, конечно, давались нелегко, а какие-то они щелкали, как орешки. По итогам чемпионата максимальное количество грамотных решений было принято командой со сложным, но оригинальным названием. «Яфьет Лайокудль» – группа интеллектуалов, признана абсолютным победителем и обладателем главного переходящего приза «Савын». Среди школьных команд равных не было сборной дюц-ровесник «Гамильтонианин». Кроме того, специальными призами были отмечены лучшие игроки сезона. Ими стали Алексей Ушаков и Анастасия Семенова. Обладателем специального переходящего приза «Филинг», учрежденного Львом Рахинсоном, стала команда «Русал». Диплом за самый оригинальный ответ получила команда «Гамильтонианин». Далее коротко расскажем вам о других заметных событиях. В будущем году в Кандалакшском районе будет продолжена акция «Жить без барьеров», в рамках которой специалисты администрации намерены проверить, насколько доступны для граждан с ограниченными возможностями здоровья объекты социальной инфраструктуры, в частности, аптеки, учреждения физической культуры, объекты общепита. На данный момент в обследовании поучаствовали только крупные магазины Кандалакши. Каждый 15-й житель Мурманской области безработный. К такому выводу пришли специалисты Росстата, подводя итоги 2018 года. По данным ведомства, сейчас в нашем регионе насчитывается чуть больше 28 тысяч безработных, а уровень безработицы составляет почти 7%. Это четвертый показатель в северо-западном федеральном округе. Выше безработицы только в Карелии, Ненецком автономном округе и Республике Коми. Спортивный финал года под занавес уходящего 2018-го. В Кандалакши пройдет Кубок города по мини-футболу. Победителя состязания определят по итогам двух соревновательных дней – 29 и 30 декабря. Первая встреча завтра откроется ровно в полдень. Директор Кандалакшской коррекционной школы-интерната Галина Николаевна Игнатьева отмечена почетной грамотой Мурманской областной думы. Таким образом, региональные парламентарии оценили высокий профессионализм нашей землячки, ее богатый педагогический опыт и преданность делу. Почетную грамоту Галине Николаевне сегодня вручил депутат областной думы Александр Макаревич. Он специально приехал в наш город, чтобы лично поздравить кандалакшского педагога. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в 18 часов 30 минут на канале ТНТ-4. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok